Ребята, я не буду в этот раз, я приняла решение, я не буду читать эти регалии, которые вы сами уже тысячу раз прочитали. Вот они они. Читайте их сами. Я хочу сказать от себя. Я с Верой вот уже несколько месяцев знакома. Знакома, потому что Веру пригласила на одну из своих конференций. И как-то у нас так вот здоровски получился альянс. Знаете, вот иногда бывает встречаешь человека и чувствуешь твой человек. И вот Вера не даст соврать, когда я ей пишу. Я говорю, Вера, вот пишу тебе, душа радуется. Вот потому что, не знаю, какое-то внутреннее удовольствие, внутреннее счастье от общения с этим человеком. И вот Вера, она такая. И кто читал, может быть, знает, чем Вера занималась раньше. Вера была очень известным человеком в бизнесе. И она обучала людей, которые занимались различными бизнес-проектами. Очень много учеников Веры. У Веры в MacriSoft, с Яндекса, с Гугла, с Эппл. То есть вот люди, которые там работают, в этих компаниях, Вера их учила. Но потом так в жизни произошла ситуация, что заболел человек. Вера заболела. И это была Вера, по-моему, 50 лет, ты говоришь, говорила, по-моему, или пораньше тебе было. Но вот получилось так, что заболела, да так заболела, что, ребят, подняться невозможно было. И встретился на эти Веры специалисты, я не знаю, как назвать это, волшебница какая-то, которая научила Веру тому, что она умеет сейчас. А вот что она умеет и чем мы сегодня будем заниматься, она сегодня расскажет. Вера сама, она про себя еще чуть-чуть побольше расскажет. Вы знаете, мне всегда очень интересно приглашать вот таких людей, которые, ну, прошли огромный путь, да, где-то, а потом произошла какая-то метаморфоза, и человек стал совершенно другим заниматься. Он не просто заниматься, а он себе помог, помог близким, помог людям окружающим его. И вот сейчас об этом рассказывать. Ребят, это еще не все. Вера, открываю секрет, который должна была в конце выступления открыть. У Веры юбилей будет буквально вот послезавтра, по секрету скажу вам. Вот, а есть такая традиция интересная, ну, как бы это энергетическая, не энергетическая, но принято на день рождения дарить подарки. Вот на свой день рождения дарить другим подарки, ребят. И, конечно же, я с Верой договорилась о кое-чем еще. О чем мы сейчас говорить не будем, но я пригласила Веру второй раз выступить. Это будет следующее воскресенье, я вам пришлю рассылку. И там будет что-то удивительное, интересное. Вер, все, я не отнимаю твое время, я тебе передаю микрофон. Ты готова? Бери микрофон, я прям, ну, очень с удовольствием буду тебя слушать, потому что тема сегодня новая. Тема я попросила по здоровью. Поэтому, Верочка, бери микрофон. Веру сегодня попросилось видео тоже. Так что, ребят, сегодня у вас кино вместе с нами. Вер, отключаю свою камеру, чтобы не переезжать в комнату, и добро пожаловать. Давайте поприветствуем, ребят. Добрый вечер, добрый вечер, Наташенька. Добрый вечер всем участникам. Рада вас вечером. Прогружаюсь. Видно, что-то видно. Грузится пока. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, очень мне всегда общаться с Наташей. Сейчас мы можем... ...канер. Сейчас у меня камера отдельно от компьютера. Ага, все, хорошо. Чтобы видеть чат. Да, здравствуйте. Всех рада очень видеть. Друзья мои, и я у Наташеньки выступаю не первый раз. Действительно, это очень приятно. И я выступаю на конференциях очень много. И, вы знаете, у Наташи особая атмосфера. И у нее есть свой стиль. Я вот как человек, который занимался и занимается еще бизнесом, ну, чуть меньше, чем раньше, я хочу отметить, какой Наташа шикарный стиль, да? Она собирает... Спасибо. Вера, Вера, ничего не слышно. Вера, ничего не слышно. Придется, видимо, отключить камеру. Очень жаль. Такая-то... Отключай камеру. Спасибо, дорогие мои. Вера, давай заново. Так, я отключила камеру. Сейчас хорошо? Напишите, пожалуйста, как сейчас камера отключена. Ну, главное, вы посмотрели, что я живая. Главное, вы посмотрели, что у меня руки шевелят, потому что были парализованы руки. Но тормозит это плохо слышно. Сейчас настроимся, дорогие мои. У меня... Я ставлю на 100%. Отлично слышно. Все, настроились, да? Все, все, все. Наташа, напиши, пожалуйста, все хорошо? Отлично. Все, здорово. Ну что ж, друзья, начинаем, потому что времени у меня не очень много, естественно, да? Вас очень много, и у меня каждое выступление – это своеобразный мастер-класс, потому что я буду вас вообще сразу учить, каким образом определять свой тип человека. Ну, что я могу сказать, кроме того, что вот я тут сертифицированный специалист, и целитель, и я этим занимаюсь много лет. Да, друзья, мы действительно, эти методики есть, мы прекрасно это знаем, это прекрасно все работает. Но я сегодня с вами буду говорить с точки зрения нумерологии. Понимаете? Вот я сейчас верну тему, да, и я буду говорить с вами о том, как цифры в дате рождения влияют на ваше здоровье. На самом деле это очень совершенно интересное знание. Наверняка, если вы знакомы с пифагористскими таблицами, с александрийскими таблицами, то вы знаете, что если у вас есть определенная цифра, да, по этим таблицам, по матрицам, то вам дано природное здоровье. Так вот, сегодня я вас познакомлю, я вас познакомлю сегодня с методикой, согласно которой вы поймете, какие есть у нас проблемы по здоровью заложенные уже, да, потому что дата рождения, она несет не только ключ к нашей судьбе, к нашим талантам, но она несет еще, оказывается, и нам большое предупреждение. И вот сегодня мы с вами это раскроем, и вы будете знать вообще, на что обратить внимание ваше, на ваше здоровье, на что обратить внимание на здоровье своих близких, мужей, там, супруги, детей, да, родителей, потому что это работает. Это вот одна из тех методик, методика, кстати, очень простая, вот, девушки, кто меня уже слышал, вы прекрасно научились ей владеть, это совсем не сложно, да, вот, но тем не менее, она дает вообще потрясающие результаты, хотя там рекомендации, рекомендации вот сегодня я буду давать вообще незначительно, я дам их мало, но уверяю, ну, в рамках нашего временного режима, да, но я вас уверяю, что действительно вы научитесь сегодня работать вот с этой методикой. Если вы видите на слайде числовое колесо, поставьте мне восклицательные знаки, пожалуйста, в чат, чтобы я видела, что слайд вы видите. Да, вижу, пошли восклицательные знаки, спасибо вам большое. Так, значит, друзья мои, сразу же давайте мы с вами вот о чем договоримся. Вот смотрите, нас в чате скоро будет 300 человек. Я была бы рада каждому ответить, да, но боюсь, что это нереально в принципе. Поэтому я вас попрошу сейчас, что я вас попрошу? Я попрошу вас приготовить листочки, листочки и бумажку, бумажку и ручку, да, для того, чтобы вы смогли определить, какой вы человек. Мы сегодня будем определять сами, потому что я реально не смогу просто каждому ответить. Представляете, какое количество людей. Но у нас будет с вами возможность все разобрать досконально. Итак, вот смотрите, что означает эта методика. Она означает, что все цифры в дате рождения каждого человека, они сгруппированы, да. Так, нет числового колеса, так, есть, слайд вижу, слайд есть, значит, просто вы тогда или перезагрузитесь, пожалуйста, или перезайдите. Значит, смотрите, спасибо, вот здорово, вы сразу даете обратную связь, я просто не теряю времени, я сразу все вижу. Итак, друзья мои, смотрите, что это за методика? Ну, если мы с вами представим, что вот эти стрелочки полукруглые, которые ведут от одной стороны света к другой, то мы с вами увидим, что это действительно колесо. Ну, просто я не сумела нарисовать, да. Так, каждая пара чисел, а все числа, они сгруппированы парами, распределена на определенной стороне света. И вот таких сторон света, таких сторон света у нас 4 и плюс середина, да. Да, север, восток, юг, запад и середина. Значит, на севере у нас 2 цифры 6 и 1. Это означает, что они несут определенные качества, и я очень коротко сегодня о качествах буду рассказывать, ну, буквально несколько слов, потому что наши качества тоже, как ни странно, влияют на наше здоровье. На востоке у нас 2 цифры 8 и 3 в дате рождения, на юге 7 и 2, на западе 9 и 4, и в середине у нас тоже 2 цифры 5 и 0. То есть вот так распределяются все цифры, и зная, каких цифр у нас больше, мы определяем, на какой стороне света вы находитесь, то есть какой стороны света вы человек. Вот я здесь уже вопрос, что делать, если родилась 10, записали 11. Значит, это у нас вопрос от НАТО. Значит, НАТО, учитываем то число, когда вы родились. Когда вы родились. Так, смотрите. Ну, что нам нужно сейчас будет сделать? Вот сейчас я вас просто научу, какие цифры в дате рождения нужно учитывать. Вот сейчас я вас попрошу ничего не писать в чат, потому что я не буду комментировать ваши цифры. Сейчас вы будете, чтобы не отвлекались, да, вы сейчас будете меня слушать, смотреть на слайд, где я все расписала, да, как образец, и вы сами напишите даты. Ну, а потом же я, когда попрошу вас в чат, я постараюсь, чтобы проверить все-все даты. Но сейчас слушайте внимательно, все сложно, но как-то вот все равно то нолик пропустит, то еще какую-то цифру. Смотрите, естественно, по этой методике учитываются не все цифры дати нашего рождения. Вот давайте посмотрим. Вот внизу примеры сразу, там, где у меня написано на пример, мы туда смотрим. Ну, последняя опечатка, там 25-е, 10-е, 12-е, да, это был 10-й месяц, все никак не исправлю, забываю. Смотрите, то есть пишутся числа в сокращенном виде. Давайте посмотрим, какие цифры у нас пишутся в дне рождения. Вот если вы родились с 1-го до 9-го числа, то мы не записываем 0. То есть вы будете на листочке у себя сейчас, пишите ваше соответствующее число без 0 слева. Допустим, если вы родились с 5-го числа, вы просто записываете цифру 5 и ставите точку, и все. А вот если вы родились с 10-го, 20-го или 30-го числа, тогда вы записываете двузначное число, да, ну, допустим, 10-е, 1-е и 0. Если вы родились в любое другое двузначное число, 11-е, 22-е, 13-е, то мы пишем двузначное число. И я попрошу вас обязательно точками отсоединять. Итак, по дню рождения мы поняли, что если вы записали число, и слева стоит 0, мы его просто зачеркиваем и берем одну цифру. Теперь смотрим на месяц рождения. Вот принцип тот же самый. Вы берете, если вы родились с января по сентябрь включительно, вы записываете только одну цифру. Ну, родились вы в августе, вы будете писать просто 8, да. Если вы родились в октябре, мы запишем цифру 10, в ноябре цифру 11, в декабре 12. Ну, и год рождения берем только две последние цифры. Это десятилетие и год. Например, 1-е, 5-е, 78-е, 10-е, 8-е, 0-0. 0-0, это означает, что тот человек родился в 2000 году. Ну, и последняя цифра 25, 30, 12. Итак, я сейчас попрошу вас в чат, пошлите, пожалуйста, в сокращенном варианте ваши даты. Я буду останавливаться только там, кто ошибся. Лариса, правильно, Валентин, правильно, все, да, да. Третья, третья не 0,2, а 2,55. Так, что успею, то посмотрю. С точками ставьте, потому что сложно так все сливается. Правильно, так, 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 все верно, хорошо, отлично. Сколько тут у нас людей севера, сколько умных людей? Так, отлично, отлично. 10-3-5-9, Нина, Анна, 1-8-7-0, ага, 18-6-49. Если год 2006, ладно, пишем 0-6, просто берем две последние цифры. Так, дальше смотрим, верно, верно, хорошо, отлично. То есть, друзья мои, если у вас есть возможность сделать скрин-экрана, сделайте скрин-экран, сохраните эту табличку. А почему 30-й в последний? Потому что я говорила, что я ошиблась, это 10-й месяц. Отлично, все верно. Замечательно, принцип поняли. 4-1-49, да, идем дальше. Все, отлично. Вот эти цифры мы с вами будем смотреть. А теперь нам нужно с вами понять, на какой стороне света у нас больше цифр. Вот это очень важно. Смотрите, если у вас больше цифр шестерок и единиц, это цифры севера. Значит, вы человек севера. Напоминаю, что единицу из тысячелетия, 1900, мы не берем. Если у вас больше цифр 8 и 3, то вы человек востока. Если больше у вас цифр юга 7 и 2, вы человек юга. Если больше цифр 9 и 4, вы человек запада. Если больше цифр 5 и 0, вы человек середины. Ага, Инна, смотрите, есть ли равное на востоке и севере. Значит, так, друзья мои, смотрите, что здесь получается. Если у вас равное на востоке, севере или другие случаи, смотрите, какие цифры у вас стоят правее. То есть, ближе к году рождения. Значит, та сторона света перевешивает. Потому что самой сильной энергией обладает число, самое последнее, это у нас год рождения. Если везде по одной цифре, Натали, смотрите, если везде по одной цифре, мы смотрим на последнюю цифру. То же самое, это год нашего рождения. А как 11? Я не поняла, Елена, ваш вопрос. Вот, смотрите. Так, ну, друзья мои, по времени я не сумею еще раз объяснить, потому что тогда вы просто себе делайте пометки. Когда я буду рассказывать о методах лечения, там информация не очень большая сегодня для вас приготовлена. Просто делайте пометки, а потом мы сможем разобраться, как это сделать. Вот, идем дальше. Хорошо. Смотрите, и еще обратите внимание на цвет, потому что имеет очень серьезное значение. Я как раз этими цветами написала цифры. Шестерка у нас цвет коричневый, основной цвет на севере, где цифры 6 и 1, у нас синий и черный. На востоке зеленый, на юге красный. На западе белый цвет. И в середине этот цвет желтый и цвет коричневый. Итак, все. А теперь мы разобрались, какой мы человек. То есть первый этап этой методики. Нам нужно разобраться, какой мы человек. Ну, опять же, Людмила, если поровну, здесь у нас, я попросила девочек из тренинга прийти, которые уже эту методику знают, все прошли, тогда вы пишите всю дату, потому что непонятно. Понимаете? Вот, Наталья, помогите, пожалуйста. Цвет запада белый. Друзья мои, цвет востока зеленый. Посмотрите дальше тоже на слайде. У нас будут, когда я буду говорить немножко про качество, у нас с вами будут цвета этих сторон света. Итак, буквально пару слов, пару слов я вам расскажу о том, какие качества несут цифры. Почему? Потому что очень важно, если вы человек севера, да, и у вас несколько цифр севера, две цифры севера бывают, три цифры. Бывает, что человек у нас родился 16 июня 66 года, он сплошной север, да, то значит его предназначение будет лежать в тех цифрах, которые несут, в тех талант, которые несут эти цифры. То есть для человека севера это ум, интеллект, дальновидность, решительность, смелость, энтузиазм, любознательность. То есть цифра севера, человек севера, человек родился просто с большим природным умом. И эти цифры ведут на свет публичности. Соответственно, человек, если человек живет в русле своего предназначения, то это означает, что у него будет меньше психологических каких-то проблем, да, психосоматических заболеваний, то есть этим самым он уже будет укреплять свое здоровье, да. Поэтому если вы человек севера, и если вы работаете врач, педагогом, извините, лектором, пиар-рекламным менеджером, актером, то есть там, где нужно получать информацию, да, и ее отдавать, значит, вы вообще живете, работаете в русле своего предназначения. Вот. И в этом плане, в этом плане вам вообще, на самом деле, тогда заболеваний у вас будет меньше. Заболеваний будет у нас меньше. Так. Значит, про север мы поговорили. Теперь пару слов о востоке. Если у вас в дате рождения больше всего чисел востока, да, это восьмерки и тройки, это означает, что от природы вы наделены огромной интуицией, даром сочувствия, то есть от природы вы тонкий, нежный, чувствующий человек, терпеливый, толерантный, причем вы тот человек, который вообще чувствует энергии, вы будете чувствовать энергии вселенной, которые идут, поэтому все, что связано с биоэнергетикой, с космоэнергетикой, с энергиями, вы будете просто это все чувствовать. Вы чувствуете другого человека. То есть интуиция природная развита очень сильно, очень сильно развита у вас, и поэтому какое здесь у человека направление жизни основное, да, чтобы он жил в русле природного своего предназначения. Здесь идет, здесь у нас идет с вами профессии врача, целителя, кстати, музыкальный талант, все, что связано с отношением человек к человек, да, потому что люди востока, они просто чувствуют другого человека, они вообще его вот могут читать как открытую книгу, но в то же время они проникают в суть явлений, то есть они видят не причину, вернее, извините, они видят причину, а не следствие. Именно поэтому среди целителей очень много людей востока, очень много людей востока. Следующая у нас 7,2, две цифры. Это значит, что если у вас в дате рождения больше всего цифр 7,2, вы человек юга. Я сразу же хочу предупредить о том, что это очень сильная энергия, и здесь перегруз может быть очень сильный, то есть человек активный, человек энергичный, но когда много этих цифр, вы можете наоборот чувствовать что? Вы можете наоборот чувствовать отсутствие энергии, вы наоборот можете очень быстро уставать. Что здесь для человека важно? Для человека важно проявлять свою активность, для него важно быть в центре внимания, потому что он очень харизматичный лидер, ему важно, чтобы признавали его заслуги, тогда он будет себя психологически очень хорошо чувствовать. Да, когда двигаются люди юга, они тоже реже болеют, они прекрасные прирожденные танцоры, им нужны активные виды спорта, то есть ни в коем случае нельзя допускать, чтобы энергия юга застаивалась, и людям юга очень сложно на сидячей работе, потому что они себя будут просто тогда физически чувствовать. Если у них много юга, они после такой работы будут чувствовать так, будто бы вагон там с углем разгрузили. Да, понимаете, вот такие вещи бывают. Да, я вот слежу одним глазом за вопросами, которые идут, друзья мои. Здесь, что важно понять, эти качества, они даны нам от рождения, да, то есть вот действительно у нас они есть, но в зависимости от того, как складывалась ваша жизнь, в зависимости от того, насколько вы какое-то качество нарабатывали, да, активировали или не активировали, в зависимости от этого они тоже проявляются по-разному. Здесь нет такой механистической системы, да. Если же у вас нету какого-то качества, вот я вижу тут комментарий, да, если нет какого-то качества, то вы можете наработать любое качество, если вы этого хотите, если вам это нужно. То есть обычно люди хотят наработать деловой сектор. Это цифры 9 и 4 в дате рождения, да. Я снова вам напоминаю, что мы не учитываем 9, которая у нас идет в столетии. 1900, такой-то год, 9 мы не учитываем. Да, это сектор Запада, это белый цвет, это мастерство и деловая хватка, это человек очень активный, человек, который успешен по жизни, для него главное дело, достижение цели, удовлетворение своих амбиций, он прекрасно может зарабатывать деньги, да. Ну, немножко отвлекаясь от темы, тоже можно сказать, что если у человека есть эти цифры, но нет таких качеств, здесь нужно смотреть, нет ли перегруза, потому что когда много цифр, качества могут перерождаться в противоположные. То есть деловая активность, она может вообще у человека сойти на ноль, понимаете. Поэтому очень важно вообще заниматься балансом энергии. И здесь очень нам помогает свет, да. Я немножко начала о цвете уже говорить. Вот если у вас нету какой-то стороны света, а вы хотите наработать эти качества, да, то вам нужно носить одежду, вам нужно аксессуары, какие-то вещи в интерьере, чтобы они вас окружали соответствующего цвета, да. Ну, допустим, если вы хотите активизировать деловые качества, то вам нужно носить больше белого и окружать себя больше белым, да. Вот так. Ага, значит так. Вот у нас тут помогают. Отлично. Хорошо. Спасибо, мои подмошницы дорогие. Вот. Кто помогает. Да, у кого всего понемногу, вот как о полинаре вы пишете, вы человек юга, потому что у вас семерка стоит последняя, но вам присущи вообще все качества. И вы себя можете реализовать вообще в любой сфере жизни, да. И вот середина. Мы помним, где у нас середина. Вот сейчас я верну слайд числового колеса. И мы с вами видим, что если все цифры и качества, о которых я говорила, они располагаются у нас по сторонам света, вокруг креста, где находится середина, да, то у нас получается, что цифры 5 и 0 находятся в середине. Вот, смотрите, Инна пишет, что нет запада, вы носите белое, люблю белое, гармонизирую. Да, отлично, у вас прекрасно сработала интуиция. Анна, вы 1, 8, 7, 0, сейчас 1, 8, 7, 0, вы человек середины. Итак, как раз поговорим про качество середины, посмотрите. Потому что из-за того, что эти цифры у нас находятся вообще в середине, особенно цифра 0, она имеет у нас в себе в зачаточном состоянии все качества, абсолютно все качества, да. Вот, и если у вас нет какого-то качества, но вы хотите его развить, значит, вам нужно просто укреплять середину, носить больше желтого и коричневого, это цвета середины, и вообще середина – это такая гармонизирующая система, и человек, у которого есть эти цифры, он вообще обладает стабильностью во всех жизненных ситуациях, он обладает равновесием, спокойствием, гармонией, и вообще его бывает очень сложно вывести из себя. То есть, еще раз повторю, почему я сейчас немножко вам рассказала о тех качествах, которые несут нам цифры, потому что если вы занимаетесь делом той стороны света, где у вас больше цифр, значит, вы живете природно, вы реализуете свои природные таланты, способности, и значит, вы не будете внутри себя ощущать ни раскола, не будете ощущать какого-то непонятного томления, да, бывает вот так, что в жизни все хорошо, вроде бы все нормально, но почему-то вы недовольны жизнью, еще что-то. Посмотрите, в итоге это во многом помогает людям понять их таланты и понять их предназначение. Алифтина, белый чехол человеку запада помогает, если одна цифра или 9 или 4, то да, а если две цифры, то лучше не надо. Чем заниматься серединщиком? Да, человеку середина здесь, он очень близок к земле, поэтому, что для человека середины хорошо и естественно? Во-первых, профессии, связанные с землей, с работой на земле, с ландшафтным дизайном. Если, допустим, вы на пенсии, прекрасно будет на даче возиться, будет хорошо питать и гармонизировать вас. Поскольку человек гармоничный, то прекрасные переговорщики, прекрасные дипломаты получаются. И все профессии, все профессии, где нужно проявлять терпение, да? Где нужно проявлять терпение. Вот, друзья мои, мы идем дальше. Вот, а теперь поговорим о лечении. Как раз наша тема-то основная сегодня была заявлена. Лечение, правильно? Значит, некоторые аспекты я вам дам. Значит, смотрите, очень часто бывает, вот обратите внимание, если вы человек с севера, вот сейчас я обращаюсь к людям с севера, и если вы уже успели посмотреть ваших там мужа, детей, обычно сразу все пишут все даты рождения, то вы уже посмотрели, какой он человек. И вот обратите внимание, да ваш ребенок или вы человек с севера, температура поднялась там 37 или 37,1, и он там хнычит и говорит, мама, я себя очень плохо чувствую, не пойду в школу, вы говорите, ну что за температура? 36,9 вместо 36,6, да? Что мы делаем обычно? Мы отправляем ребенка в сад, мы отправляем ребенка в школу, мы сами идем на работу. Так вот, имейте, пожалуйста, в виду, что человек с севера вас не обманывает, когда говорит, что он чувствует себя плохо, потому что даже малейшее повышение температуры для человека с севера уже ужасно, он себя будет чувствовать отвратительно, у него действительно все будет болеть, да? Потому что температура, как защитная реакция организма, она появляется поздно. Как только появилась первая температура, срочно жаропонижающие меры. Но, естественно, я не говорю о жаропонижающих химических, да, которые продаются в аптеке, вы можете пользоваться, естественно, любыми, тем, чем вы хотите. Но, тем не менее, я вам расскажу об очень простом и эффективном способе, таком, как обертывание голеней. Просто берется салфеточка, да, или маленькое полотенце, мочится в такой тепловатой воде, не холодной, тепловатой, тепленькой водичке, чуть выше, чем обертываются голени, подсохло, снова меняем. Температура прекрасно падает, и человек с севера будет сразу себя чувствовать легче. Да, когда он болеет, ему трудно лежать, поэтому нужно умеренно двигаться. И, кстати, они должны получать очень много жидкости. Почему? Потому что у людей с севера слабое место – это болезни обезвоживания, да? Ну, сегодня уже, да, что существует более ста болезней обезвоживания. И самые активные болезни, самые страшные болезни, которыми страдает сегодня абсолютное большинство человечества, развитых стран – это болезни обезвоживания. Потому что человек должен пить воду, во-первых. Во-вторых, он должен пить правильную воду. И, в-третьих, он должен пить по логике вещей только воду. Потому что из 96 тысяч видов живых существ только человек не пьет воду правильно. Все остальные пьют только воду, да, животные и так далее. Вот, поэтому очень важно следить за правильным водным режимом. Сегодня я не буду об этом говорить. Да, просто вы имеете в виду, что нужно выпивать правильную воду. Есть люди, которые пьют только чай, соки, квас, да, но для них чай. Я не буду говорить такие банальные вещи, что чай – это еда, потому что нам нужно напоить нашу клетку. Потому что только когда проникает чистая, живая, структурированная, пронесет с собой витамины и минералы, и вымывает грязь из клетки, и промывает межклеточное пространство, да, межклеточную жидкость, только тогда мы можем говорить, что человек вообще правильно соблюдает водный режим. Естественно, когда человек неправильно работает с водой или вообще об этом не задумывается, ну, это мы понимаем, что это сложно, но тем не менее это для всех опасно. Но для человека севера это критично, понимаете? Это критично. Итак, друзья мои, поэтому нужно правильно пить воду, нужно пить правильную воду. Сегодня информации на эту тему масса. Да, и когда человек севера заболевает, первое, что нужно сделать, это помимо его голени, его поместить в тёплую ванну, в приятную ванну, такую горячеватую, не кипяток, естественно, а потом сразу же обтереться и в тёплую постель, и обёртывать голову. И тогда выздоровление будет идти быстрее. Тут самое главное не запустить, да? Поймать заболевание для человека севера буквально в первые минуты, понимаете? Буквально в первые минуты. Вот. И что здесь важно? Пить много жидкости, причём пить нужно мочегонные чаи и выбирать день с энергией юга 7,2. Что означает день с энергией юга? Когда в дате дня существует в числе, да, дня существует цифра, или 7, или 2, да, тогда идёт энергией юга, и тогда будет выводиться эта жидкость. Вот. Поэтому человеку будет значительно легче. Ну и очень хорошо вообще, как профилактическое средство, это водные процедуры. Есть такая система закаливания по пастору Кнейпу. Вот стопните в интернете, это очень доступная информация, это основа закаливания. Так вот, люди севера должны просто закаливать ноги, должны ходить босиком, боросик, если там где-то это возможно, да, обливаться там тёплой холодной водой. Это общеизвестное мероприятие. Но для человека севера они поистине творят чудеса. Итак, для человека севера самое главное убирать температуру на первых этапах и обязательно отслеживать работу с водой. Вот это для него не только важно, это для него вообще критично. Вот. Друзья мои, идём дальше. Если у вас в дате рождения больше семёрок и двоек, значит вы человек юга, да? Значит вы человек юга, и юг у нас, значит, в словом колесе находится напротив севера, да? Как бы противоположность. И вот если человек юга заболел, то главный защитный механизм для человека юга это высокая температура. Вот, друзья мои, напишите мне, пожалуйста, в чат. Кто такое слышал? Вот говорили ли вам, что температуру до 38,5 сбивать не надо. Вот кто слышал, поставьте мне, пожалуйста, в чат плюс. Температуру до 38,5 сбивать не надо. Да, много слышали. Естественно. Так вот, возьмите сейчас на листочке бумаги, напишите крупными буквами, что температура до 38,5 не сбивается только у людей юга. Только у людей юга иммунитет включается, когда у него температура 38,5. Если же мы раньше начнем давать жаропонижающие меры, да, охлаждающие меры, вот ниже на слайде я написала, что это холодная вода должна быть, холодные обертывания, но не ледяные, но холодные, да? Но если мы начнем это делать раньше, мы просто не дадим включиться иммунной системе. Мы не включаем иммунитет, и человек может болеть постоянно. То есть, посмотрите, если у вас ребенок юга, и он часто болеет, вы просто обратите внимание, как вы его лечите. Надо обязательно, да, как бы нам, как мамам, там, бабушкам, не было тяжело, да, и сложно наблюдать, что растет температура, но 38,5, и только тогда идут жаропонижающие меры, потому что он тогда включает в действие, в активное действие лейкоциты, которые, по сути дела, являются нашим иммунитетом, нашей системой. Перегрузом юга, да, вот Амина вопрос, как регулировать? Друзья мои, если у нас, если у нас много юга, да, много цифр юга, старайтесь меньше носить красного. Если большой перегруз, исключайте красный, даже, даже исключайте красный в еде, да, вот пишет Ирина, ребенок север, запад, юга нет, температура всегда очень высокая. Ну, надо, значит, смотреть уже персонально, что, почему сразу идет высокая температура у ребенка, как он на это реагирует, да. Если юг и север, то надо смотреть, что преобладает и что сильнее проявлено. Об этом я говорила в самом начале, да. Итак, смотрите, и вот для человека юга очень важен, очень важен полный покой. Если я говорила, помните, что люди севера могут в том числе, в том числе двигаться, вы можете не быть прикованным в постели, да, то для людей юга очень важно, очень важно лежать, ну, хотя бы первые несколько дней, да, полный покой. Ну, и есть у них такая особенность, что они редко болеют, если много двигаются, да, об этом мы тоже с вами уже говорили, когда им нужно просто скидывать очень активную энергию юга. Так, ну, да, что у людей слабого? У людей юга может быть слабый опорно-двигательный аппарат, опорно-двигательная система. Вот, так, вот вы пишите, 3, 7, 6, 2, да, вы человек юга, температура максимально 37. Значит, у вас не включен иммунитет. Значит, у вас не включен просто иммунитет, если вы болеете часто, возможно, в детстве вас, в общем-то, и лечили неправильно, да, сразу сбивали температуру. Да, значит, если 29, 1, 5, 7, все присутствует, нет, у вас, вы человек юга, вы человек юга. Ну, что ж, мы идем дальше, идем дальше, и мы с вами говорим теперь о лечении Востока, да. Ага. Татьяна, 3 цифры севера, 2 цифры юга, взаимоисключаемые рекомендации. Да, но вы определитесь, вы кто, больше север или вы больше юг, потому что я ж не вижу вашу дату, я не могу сказать. Итак, продолжаю дальше. Весной я ухожу от чата. Итак, что на Востоке важно? Люди Востока, у нас люди, в которых в дате рождения преобладают цифры Востока, 8 и 3. Значит, очень важно лечение ферментированными травами. Ну, это травы, которые прошли процесс ферментации. То есть, ну, чтобы объяснить проще, вот, когда яблоко созревает, оно упадает на землю, оно там полежит немножечко, да, начинается химический процесс ферментации, то есть образуются такие аминокислоты. И без ферментов у нас вообще в организме ничего бы не переваривалось. Даже в аптеке сейчас продаются ферментированные травы, да. Очень важны спиртовые настойки лекарственных растений, забытые практически средства мази на основе внутреннего жира. Это одно время большой популярностью пользовался борсучий жир, да, внутренний жир. При простудных заболеваниях это очень важно, потому что у людей в Северо-Востоке только очень часто бывают слабые бронхи, легкие, вообще все органы дыхания. Часто могут быть бронхиты, трахеиды, да, поэтому обязательно нужно беречь систему, да, свою дыхательную систему, заниматься ей. И когда заболевают, нуждаются в тишине, в покое, да, вот это тоже очень важно. На Востоке у нас цифры. Теперь мы поговорим с вами о лечении людей Запада. Запад – это цифры 9 и 4, это у нас белый цвет, и для людей Запада, так же, как и для людей Юга, движение – это залог здоровья, потому что цифры Запада тоже имеют очень активную энергию. Вот у них часто слабое место желудок и кишечник. Вот если вы, допустим, занимаетесь бизнесом, или же, если, допустим, у вас есть знакомый бизнесмен, вот обратите внимание, вот я когда много лет обучала бизнесменов в школе бизнеса, да, я обратила внимание, что обед у них святое дело всегда, они обедают, да, они посещают спортзалы. Ну, вы знаете, наверное, интуитивно это правильно, потому что у них часто слабое место – это желудок и кишечник, да, очень часто бывают и язвы желудка, желудка, хотя сейчас доказано, что язва желудка – это, в общем-то, хилокобактер, да, уже даже реклама по телевидению идет, а это открытие было сделано в 90-е годы, не так-то давно, поэтому вы в желудке лайпа подачу, там обновляется клетка, желудка, клетки обновляются каждые 3-4 дня. Вот представьте, вы только себе представьте, что каждые 3 часа у нас с вами новый желудок, поэтому убираем хилокобактер, пьем больше воды для того, чтобы просто размыть вот эту кислоту, разбавить, которая у нас есть, которая может прожечь, и, конечно, перед едой, ну, за 30 нужно обязательно выпивать стакан воды, а еду, как вы знаете, запивать нельзя. Правила элементарные, да, плюс препараты алоэ, которые зажигают, слизистую, все, человек здоров, это дело, обязательно доходить до 1 дня, в угол, так, идем дальше, идем дальше, что очень полезно, спиртовые настойки трав, полезно красное вино, поэтому смотрите, как только у нас люди запада заболевают, лентвейн прекрасно, очень им это поможет, ну, и, конечно, их укладывать в постель бесполезно, ну, и дети запада не будут лежать, потому что они при постельном режиме чувствуют себя очень плохо, особенно, если у вас какого-то серьезного заболевания, и человек запада у нас попадает в больницу, он будет чувствовать себя плохо, он будет долго выздоравливать, ну, во-первых, в больницах в основном, что у нас, белый цвет, а у человека запада и так много цифр запада, то есть, есть перегруз энергии, и будут действовать только усугубляюще, то он туда после испарения днепр, и лежачие, больные, пожилые люди, ну, вроде бы мог бы ходить, но уже слег, да, для человека запада это очень опасно, опасно, может развиться, его может развиться и тромбозы, поэтому людям запада нужно стараться до последнего просто ходить, потому что при постельном режиме они чувствуют себя гораздо хуже, вот это особенности лечения человека запада, ну, и человек середины, да, он имеет определенный баланс, он имеет определенную гармонию, потому что цифра находится там, да, это цифры 5 и 0 в ците рождения, и цвета середины, это желтый и коричневый, и соответственно им нужно беречь органы, связанные с серединой тела, то есть это все органы, выводящие токсины, это все железы, сердце, легкие, они для человека середины имеют критичное значение, и если какой-то орган или какая-то избида, то у человека середины может западеть вообще абсолютно все, понимаете, абсолютно все, да, что для них очень важно, а когда человек середины бывает, причем не острым заболеванием, а любым, любым заболеванием, это значит, что им нужно отказаться на время болезни от животного белка, кстати, совсем недавно была опубликована книга, даже результат исследований в десятилетии ведущих ученых университетов, медицинских университетов Америки, где они исследовали болезни народов мира, да, огромную работу собрали огромный материал, то есть выводы научно доказаны. Книга называется «Китайское исследование». Найдите эту книгу, не пожалейте, купите, потому что там потрясающие выводы. Главный вывод заключается в том, что животный белок очень опасен для человека, да, и поэтому когда они проводили эксперименты, что люди с тяжелейшими лекарствами практически неизлечимыми, была референтная группа, группа, на которой ставили эксперименты, группа первой лечили лекарствами обычными, а вторую просто ничем не лечили, но убрали из пищи живот. 80% и выше у них была ремиссия и значительное улучшение, да, то есть брали очень тяжелых людей, безнадежных хроников, то есть это научно доказанная рекомендация, и при заболеваниях людям в середине просто необходимо отказаться от животного белка, никаких бульончиков куриных, никаких там котлеток паровых, ничего, давайте белок растительный, да, то есть, ну даже организм и без растительного белка там недельку спокойно поживет, в том случае оно пойдет уже гораздо быстрее, вот тогда выздоровление пойдет гораздо быстрее, книга называется «Китайское исследование», прямо называется «Китайское исследование», так, значит, смотрите, что у нас тогда с вами получается, что очень важно, очень важно людям середины смотреть за органами выводящие токсины, ну давайте немножко мы с вами поработаем тоже, вот напишите мне, пожалуйста, сейчас, какие органы в нашем теле выводят токсины, напишите, какие органы у нас выводят токсины, почки, кишечник, легкие, печень, кожа, лимфа, да, печень, почки, ну здорово, да, конечно, друзья мои, я вам скажу только про почки, только про почки и очень простую вещь, смотрите, у нас в организме образуются водорастворимые токсины и жирорастворимые токсины, проведем с вами маленькую викторину, вот как нам из организма и сочек убрать водорастворимые токсины, чем мы будем убирать водорастворимые токсины, Потому что токсины, они оседают на дно почки, почка опускается, начинается куча заболеваний. Нужно просто провести очищение почки водой, естественно. То есть у нас 80% в организме водорастворимых токсинов. И вообще болезни токсины, они очень серьезные. И вы знаете, наверняка очень многие, что такое страшное заболевание, как онкология, во многом вызвано загрязнением организма. Это последняя стадия загрязнения организма. Кстати, если есть фибромы, миомы, кисты, это все грязь. Это однозначно грязь. Это тоже уже научно доказано. Поэтому, что нужно нам делать? Нам нужно проводить очищающие программы организма. Всем это нужно. Но для людей середины, опять же, повторяю, это критически. Важно для их здоровья. Мы должны очищать почки. Значит, водорастворимые токсины у нас вымываются водой. Их 80%. А жирорастворимые токсины чем вымываются? Напишите. Вот середина, Наталья. В течение года, несколько недель, не месяцем есть мясо. Просто не хочу. Наталья, значит, ваш организм чувствует? Да, так, пишите маслом. Нет, это не маслом. Нет. Вот кто у нас напишет, чем у нас выводятся жирорастворимые токсины? Я от своего тренинга, от базового пакета дам скидку. Еще 5%. Там у меня и так скидки. Елена, которая написала лецитин. Елена, которая написала лецитин. Напишите в чат свою фамилию и город. Елена выиграла. Ле-це-тин, друзья мои. Ле-це-тин. Итак, Елена, прямо с нами в чат. Напишите слово. Лецитин, Елена и фамилия, и город. Так, ждем, Елену ждем. Елена, ждем вас. Чтоб мы потом с Наташей могли же найти, друзья мои. Так, так, так. Вот, Наталья, ну надо сейчас прямо узнать, какая Елена, потому что у меня был случай, я вот так тоже устроила вопрос. Лецитин Елена Иванова. Елена, город какой? Лецитин Елена Иванова. Вы получаете скидку дополнительную на мой тренинг, если вы хотите, захотите в него пойти. Елена Иванова из какого города? Напишите. Так, ага, пишет Наташа Арсенян на почту. Леночка, получаете скидку. Итак, друзья мои, лецитин – это витамин, но это жирный витамин, он продается в каждой аптеке. Я немножко расскажу, конечно, про лецитин, я просто хочу еще ответить немножко на ваши вопросы, да. Смотрите, лецитин, идете в ближайшую аптеку, покупаете лецитин. Он есть в порошке, он есть в капсулах. Лецитин должен быть на столе у каждого человека, как хлеб. Если вы поставите банку с лецитином, откроете, доме есть маленький ребёнок, он подбежит и сначала целую горсть съест. Давайте ему. А потом он может есть одну в день, одну в неделю. Но дети чувствуют, мало того, что лецитин выводит единственный в мире, он выводит из известных нам веществ, выводит жирные токсины, да, он их растворяет и выводит. Лецитин содержится в миелиновых оболочках нервных клеток. И если у людей какие-то проблемы с нервной системой, обязательно нужно пить лецитин. Улучшается работа мозга. Понимаете, получается совершенно удивительный результат. Это вообще доступный препарат. Информация почему-то недоступна, потому что, ну, эту информацию знают, ну, наверное, единицы. Понимаете? Вот, наверное, единицы. Вот, поэтому, ага, глюберец. Отлично, Лена Иванова у нас умница. В глюберцах живут умные, эрудированные люди. Я-мое, смотрите, что получается. Обязательно обращайте внимание на очистку организма. Не только люди середины. Это принципиально важно. Два раза в год противопаразитарная программа. Можете травы пить аптечные. Полынь прекрасно. Пижма. Можете пить БАДы паразитарные. Там лист черного ореха, кору муравьиного дерева. Тоже вступно. Не имеет значения, что вы будете делать. Можете тыквенные семечки горстями сырые есть натощак. Выводит гельминтов великолепно. Вся проблема, друзья мои, заключается в том, что мы только иногда детям даем противопаразитарную таблетку. Что в принципе делать нельзя. Потому что таблетка убивает всю живность, которая там шевелится. А вот вопрос, даже задавать вам не буду. Куда она девается? Куда эти трупы деваются потом? Они же не все выводятся. Но он же труп, как он вывезти? А у нас же, если токсокара у ребенка, она есть и в головном мозге, и в мышце есть. Кошачий двузка тоже во всех органах есть. Если кошечку целуют всюду и под хвостик. Понимаете, деткиш? И что получается? Что она там вздыхает мирно и разлагается, отравляет своим трупным измом человека. Вы понимаете? Поэтому не только ребенку нужно делать травяные паразитарные программы, но и взрослым всей семье одновременно, включая животных, кошечку, хомячка и так далее. Понимаете? Потому что это очень серьезная программа. Мы вон клубнички сорвали с грядки, мы что-то прицепили. Собака пришла с прогулки, на лапе что-то принесла. Понимаете? Это как бы параллельный мир, который существует рядом с нами. И внутренний мир не убивает, потому что мы для него вселенная, мы его поим и кормим. Бесполезно при паразитах пить витамины какие-то, потому что они первые на раздаче. Просто два раза в год, как закон, без паразитарной программы, системной очистки организма. Это нужно делать, потому что без этого жить сегодня нельзя. Вот вопрос задавали про миому, я увидела выше вопрос. Есть в том числе и паразитарные виды. Так вот, начала рассказывать, что когда грязи у нас в организме много, организм это такая мудрая система, что она не до конца естественно изучена. И он, чтобы не отравиться этими ядами, этой грязью, этими токсинами, он начинает капсулировать. Вот вам может быть миома этого происхождения, вот вам может быть киста, вот вам доброкачественная опухоль, которая при какой-то шестой стадии загрязнения может перерасти в злокачественную. Поэтому, ну мы же моем окна с вами, мы же чистим зубы, мы принимаем душ. Но мы внутренние органы не моем. Редко кто стакан воды выпивает с утра, как проснулся. Понимаете? Это элементарная внутренняя диета, без которой сегодня, ну просто очень сложно жить. Понимаете? Просто сложно жить. Вот. Поэтому очень важно обратить внимание на эти вещи, да. Так, к питанию вернемся. Да, очень полезно вообще отказываться от животного белка на какое-то время съем. Если вам больше 40, вы должны голодать только на воде, вы должны пить только воду раз в неделю, чтобы происходило самоочищение организма. Но ведь мы же загрязняем не только питанием, мы же загрязняем электромагнитными излучениями. Кстати, помнила, что для человека севера критично опасны электромагнитные излучения. Экранов, мониторов, мобильных устройств, планшетов. Очень опасно, поэтому то же самое в любых компаниях, в сетевых, кстати, в аптеках продаются нейтроники, защитные средства. Находите любые способы защищаться об излучении и не давайте детям сидеть сутками в интернете, понимаете, и играть в стрелялки, потому что потом не будете знать, от чего лечить ребенка, а он будет весь облучен. Понимаете? Вот. Если чистить ассорбентом, ну можно чистить ассорбентами, да. Проблема с социальным кишечником. Анна, я не могу так сразу ответить прямо с лету, ну продиагностировать надо. Вот. Елена вообще не ест животный белок. Поливы? Вот только к врачу здесь сложно сказать. Вот. Если диабет, если диабет, то здесь первую. Конечно, голодать не надо при диабете, друзья мои, это однозначно. В диабете вам обязательно нужны живые ферменты, растительные ферменты. Вам обязательно нужны воду нормально. Вам нужно соблюдать строгую диету. Это же очень серьезно. Диабет – это сахар в крови. Чем мы сахар растворяем, друзья мои? Ну, водой, конечно. Так. Правильно с диабетом голодать нельзя. Но, Людмила, я про миому вам к примеру сказала, потому что на самом деле причин миом может быть много. Да, я говорю, что вроде бы тоже загрязнение может привести к миоме. И иногда бывает так, что вот мои пациенты пропивают просто очищающую программу просто. И бывает, что уходит миома. Бывает, уходит миома на сеансах по космоэнергетике у меня у людей. У всех по-разному. Поэтому я вот сегодня даю вот такие общие рекомендации, которые просто можно учитывать. Еще один шаг по направлению к своему здоровью. Вот. Понимаете? При серьезных... Ну, друзья мои, голодать нужно все равно. Вы никогда не голодали. Вы просто ограничьте ненужную пищу. Просто ограничьте. Понимаете? Хотя бы, если есть серьезные заболевания, конечно. Особенно если есть пара или амблии, то вообще голодать нельзя. Они вообще вам печень съедят. Понимаете? Понимаете? Вот. Поэтому здесь нужно, конечно, обращаться к своему врачу. И обязательно нужно пропить паразитарные травки. Вот сейчас, в сентябре-октябре. Это обязательно, да? И обязательно, ну, если, допустим, вам нельзя голодать. Ну, вы же можете один день провести без животного белка. Правильно? Вы же можете в один день пить. А правильно? То есть разумно ко всему подходить. Вся информация, которая к вам поступает, должна вами проверяться, дорогие мои. Вот. Как принимать лицетин? Ну, во-первых, там написано, да, если это капсула, то вы просто ее там раскусываете из железа. И высасываете, но в аптеке в аннотации же есть, друзья мои. Вот. Так, идем дальше. Смотрите. Для людей середины очень важен покой и уют. Я подчеркиваю здесь тоже слово уют, потому что для людей середины важно по их цифрам. Они, знаете, они очень любят дом, они очень любят свою лестничную площадку, свой двор, свой город, свою страну. То есть это патриоты, да, это люди-патриоты, это хорошие семьянины, это прекрасные люди. И они заботятся обо всем, что их окружает. И для них уют очень важен. То есть если ребенок сидит в середине, а в доме постоянный бардак, бывает там грязь, раскиданное все, он у вас просто будет болеть. Вы понимаете, и вы не сможете, вообще ни один врач вам не скажет, почему ваш ребенок болеет. Потому что им нужна чистота, им нужен свежий воздух, им нужна природа, красота, им нужен уют. И люди середины очень долго и очень медленно выздоравливают. И для них очень важно что? Важно высыпаться. Если, допустим, вам приходится ухаживать за каким-то больным человеком, да, вы ночью часто встаете, или у вас маленький ребенок, вы встаете. То есть человек в середине не высыпается. Тихо к очень серьезным заболеваниям организма, потому что для людей середины сон принципиально важен для их здоровья. И вообще для них очень полезны медитации, там по 15 минут каждый день. Если вы это практикуете, это просто замечательно, потому что людям середины склонны, они склонны к тревожности вообще по характеристикам, да. Тревожные мысли тоже всегда могут привести к каким-то проблемам. Вот. Поэтому медитации, сон, высыпаться, все это очень и очень хорошо. Вот. Итак, итак, друзья мои, я вам сейчас рассказала об основных подходах к лечению людей разных сторон света. Вот. Поэтому, поэтому, вот те знания, которые сегодня вы получили, вы просто можете их использовать. Вы просто можете их использовать. Определить, какой стороны света вы человек, да. Вы можете определить качество очень подробно, да. Вы можете вообще понять, даже бывает иногда от неправильного воспитания дети заболевают. Вот, понимаете, все что угодно. Потому что здоровье, оно же у нас не только на физическом плане проявляется. Правильно? Здоровье у нас проявляется и на тонком плане, в нашем биополе. У нас есть эмоциональное поле вокруг нас, у нас есть ментальное поле. То есть, если у нас постоянно негативные эмоции, точно на физическое тело перейдет проблема. Если у нас негативные мысли, которые переходят на негативные эмоции, вызывают негативные эмоции, и через это поле они снова на наши чакры, на энергетические центры. Потому что, вот сегодня больше мы говорили с вами о здоровье физического тела, да. Но если вы, но если вы, если вы не будете обращать внимание на свои мысли, на правильные подходы, то тогда у вас может быть вообще проблема. Да, итак, друзья мои, ну смотрите, смотрите, что у нас с вами, что у нас с вами. Я вам рассказала очень коротко систему, да. И одной из части системы по числовому колесу является как раз подход к здоровью. Напишите мне, пожалуйста, вот насколько вам интересно более глубоко узнать о себе, как о стороне света, да, какой вы человек, какой стороне света. Потому что я видела очень много вопросов, да. Вы спрашивали, какой я человек света, что больше проявлено, да, где стоят цифры. Поэтому, поэтому, что я здесь вам могу предложить. У меня есть тренинг, который полностью объясняет и методику числового колеса, полностью объясняет все-все качества, большой такие списки и характеристики людей с севера, востока, юга, запада, с северами. Возможно, отрицательные качества, да. Разбираем, когда проявленное качество, когда непроявленное качество. Вот, то есть полностью вы обладаете этой методикой, если будет интересен тренинг. Поэтому сейчас посмотрим, так, сейчас отключу, что-то не на то нажало. Вот, поэтому, посмотрите, друзья мои, да, вот как раз я вижу ссылочку на тренинг. Тренинг называется «Ваш личный шеф судьбы». Вот сейчас я вам предлагаю ознакомиться с тренингом. Вы перейдите, пожалуйста, по ссылочке. Значит, тренинг сейчас продается в записи, потому что мы закончили сейчас 5 потоков, и я буду только его где-то в декабре, в следующий поток, набирать. Но сейчас есть запись, и до первого числа действуют те цены, которые у нас указаны по разным пакетам. То есть вы сразу же получаете после заказа и оплаты тренингов, вы получаете 5 основных записей, 5 бонусных записей. Я не буду о них рассказывать обо всех, потому что они там прописаны. Там и по детям мы общаемся, и по здоровью там не одно занятие я провожу, и по наработке деловых качеств. То есть тренинг как бы он разрастался и расширялся. И если вы хотите узнать еще персональное свое сочетание цифр, с персональной диагностикой, которую я провожу, это уже следующий пакет. Это у нас уже пакет идет, у нас уже идет пакет стандарт. Ну и если вы хотите знать все о своей семье, то есть там есть такое слово сигнатура. Сигнатура – это характеристика, вытекающая из сочетания чисел. И я провожу по скайпу с человеком беседу, и я все ему рассказываю. Кстати, в скайпе действует у нас чат, мы постоянно действующий чат всех участников потока, и все, кто сейчас тренинг, покупает записи, имеете возможность задавать вопросы, потому что вопросы всегда бывает много. И если вы захотите выполнять задания, у нас есть группа ВКонтакте, где я проверяю ваши задания, если вам что-то интересно, потому что, как правило, люди это завлекают, увлекают, они начинают всех кругом считать, и понять свои качества на самом деле очень важно. Для чего? Потому что если вы поймете, какой вы человек, в какую сторону вам вообще жизни идти, то вы поймите, что чем спокойнее у нас нервная система, чем мы себя ощущаем больше в полноте жизни, в реализации, тем у нас меньше заболеваний. Но это вообще очевидно. Поэтому, друзья мои, если вы захотите прийти в тренинг, я буду рада с вами общаться. Сразу же все у меня получают письма, я добавляю людей в скайп, и мы ведем общие переговоры, как вам удобно оплатить. Форм оплаты, кстати, много. Поэтому, друзья мои, на это я заканчиваю свое с вами общение. И я действительно всех, кто пришел немножко позже, пересмотрите запись для того, чтобы вы поняли, какой вы человек, и применяйте эти знания, ну хотя бы по отношению к температуре, да, хотя бы к температурному режиму, хотя бы к тем особенностям ваших органов, которые вот вытекают из ваших цифр. Можно укреплять здоровье вообще простыми, доступными методами через информацию. Поэтому, ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Мне было с вами очень приятно от вас. Я думаю, что мы с вами через неделю встретим, и у меня будет продолжение, продолжение этого вебинара. Поэтому я желаю вам здоровья, я желаю, чтобы вы занимались своим делом в этой жизни, чтобы вы действительно от этого были счастливы. Ну а ко мне в тренинг мы познакомимся с вами поближе. Всего доброго, с вами была Витя. Итак, с вами снова я. Вера, благодарю тебя за такое выступление, потому что действительно, ну, каждый выбирает по себе и учителя, и темы. И вот когда действительно встречаешься и сталкиваешься с чем-то таким, ну, что на душу ложится, чувствуешь, что твое, наверное, имеет смысл пойти дальше учиться. Я, ребят, Лариса, попрошу тебя сбросить отзывы. Ребят, вот здесь я сбрасываю отзывы. Мы сейчас, большая просьба, сейчас я просто сделаю маленьким таким, побольше чат сделаю. Давайте сейчас я по-другому сделаю. Так, смысл, вот таким образом, чтобы у нас остались отзывы. Так, Вера, благодарю тебя за выступление. Очередной раз очень интересно и очень познавательно, поучительно. И, ребят, на самом деле, простые очень секреты были для нашего здоровья. Так что, Вера, благодарю тебя, спасибо. Спасибо.